Как-то меня пугает наша эпидемиологическая обстановка, как бы не пришлось уйти опять на онлайн. Печально, видимо придется распрощаться нам с нашей английской школой. Не знаю как ты, а я здесь проблемы не вижу никакой. Есть у моего учительницы, которую соседка посоветовала, берет недорого и сказала если что можно и скайпе позаниматься и в ватсапе. И в школе все хорошо, стройки на четверку перешли. Не понимаю зачем тебе это надо, денег что ли лишних девать некуда. Деньги же это конечно хорошо, но хочется каких-то гарантий. Я сама на английском не говорю, как проверить, знает ли что мой сын. Я не знаю. А здесь мы сертификат каждый год получаем. Видим какого уровня достигли и еще международные экзамены сдаем. Мой когда маленький был дождаться их не мог, уже целую коллекцию сертификатов накопил. Какие такие экзамены? Откуда вы про них узнали? Нам преподаватель сразу говорит, к чему мы готовимся и когда экзамен сдаем. А наши почему про это не знают? Это ты у нее спроси. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Ну что, спросила я нашу про экзамены. А она говорит, зачем они нам? Да и правда, она профессионал, учит хорошо. Ну и ладно, что без экзаменов. Прям профессионал? Откуда ты знаешь? Ну так все говорят и на сайте репетиторов у нее рейтинг. А кто эти рейтинги-то проверял? Вот у нас в школе если говорят, что профессионал, то и диплом, и сертификаты международные, и опыт, и дети результаты получают. Тут опять же к ним на уроки ходят, смотрят, тесты всякие им задают. И я спокойна, если в конце года сказали, что будет уровень Б2, то он и будет. И экзамен мы международный сдадим. Со мной встречаются, все рассказывают, все объясняют. Кстати, мы на новую ступень пошли и сразу пошли на онлайн. Мне нравится, что это онлайн-школа. Именно школа, что бы ты там ни говорила. Ну в онлайн-то вообще какая разница? Раньше хоть в школу ходили, друзья там всякий, класс красивый. А в онлайн-то что? Ну как же, кто друзья отменял-то? Они также идут в онлайн-класс, пораньше приходят и тоже дружат. Класс? И что там, несколько человек? Да, целая группа, и они как в обычной школе. Я видела, была на открытом уроке. Они там и парами что-то делают, и в группах, и на доске пишут все вместе и кино смотрят. Иногда и забывают даже, где они находятся. Ну а уроки-то все равно в скайп или в зум? Ты что? Какой скайп? Это прошлый век! Все эти бесплатные ресурсы, это только для репетиторов. Приличные школы работают на образовательных платформах. У наших тоже своя есть. На ней мы там чего только не делаем. И уроки проводим, и домашку записываем, и оценки можно посмотреть. Еще, чтобы не забыть, там все про сына написано. На каком уровне он учится, к какому экзамену готовится. Еще там можно посмотреть, какие уроки, и по какой теме будут идти в течение всего года. Вся программа там. А ты знаешь, что у твоего завтра будет? Что в школе зададут, то и будет делать. Уроки сделали, и это самое главное. Чтобы у меня голова за оценки не болела. Поступай, как знаешь. Поживем, увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова ты представляешь тест показал что у сына уровень пятиклассника как же четверка в школе а учительница хвалила это стандарты качества гарантии и педагоги гарантированно квалифицированы приходите пока не поздно